МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Информационная программа «Неделя города» на ваших экранах в студии Марина Комиссарова. В ближайшее время вспомним главные темы недели. Смотрите в выпуске. Сгорел торговый центр. Одной из вероятных причин называют использование пиротехники в помещении Батутового центра. Пропавшее озеро. Жители Рыбневского района обратились с проблемой. Водоем, возле которого они любили отдыхать, просто исчезли следа. Дезинфекция общественных пространств. Городские власти приобрели новое оборудование для обработки транспорта. Сегодня его применяли на практике. Пропускают ли на дорогах скорые? Сотрудники госавтоинспекции методом скрытого патрулирования выясняют, насколько сознательны рязанские родители. Голосование за гастрономический бренд региона в рамках конкурса «Вкусы России» продолжается. Участвуют рязанские левенцы и сасовские коллеги. Вчера вечером около пяти часов загорелся крупный торговый центр М5МОЛ. Уже называют возможную причину возгорания, взорванная подростками петарда прямо в помещении батутного центра. В причинах и последствиях разбирался Максим Яковлев. Около 16.30 по московскому времени посетители торгового центра М5МОЛ услышали по громкоговорителю просьбу срочно покинуть помещение. На многочисленных видео очевидцев, опубликованных в социальных сетях, видно, что изначально люди не спешат на выход. Однако спустя считанные минуты все здание заполнилось едким дымом. На кадрах одного из таких видео можно заметить, что кто-то из посетителей центра начал разматывать пожарный рукав, расположенный у входа, чтобы потушить возгорание. Однако пожарный рукав оторвался, вытекла жидкость и он оказался бесполезен. Сегодня в 17 часов 15 минут на пульт центральной пожарной связи поступило сообщение о загорании в торговом центре М5МОЛ. Незамедлительно к месту пожара были отправлены силы и средства местного пожарного спасательного гарнизона автоматически по рангу номер 2. Далее, после проведения разведки, ранг пожара был повышен до третьего номера. Согласно сводке МЧС, из здания было эвакуировано 1238 человек. К 19.00 пожар на площади 500 квадратных метров полностью ликвидировали. Всего к тушению пожара привлекалось 19 единиц техники, 64 человека личного состава Государственной противопожарной службы. Прокуратура области в связи с произошедшим вчера пожаром в торгово-развлекательном центре М5МОЛ организовано проведение проверки исполнения противопожарного законодательства на указанном объекте с массовым пребыванием людей. В ходе проверки особое внимание будет обращено на наличие в помещениях ТРЦ системы пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, на соблюдение требований, предъявляемых к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Предварительные версии, которые называют в социальных сетях, в основном сводятся к нарушению правил пожарной безопасности. По словам сотрудников ТРЦ, на территории батутного центра кто-то из посетителей мог использовать пиротехнику прямо в помещении. Но обсуждаются и другие варианты, например, короткое замыкание. Выяснить истинную причину предстоит сотрудникам МЧС и прокуратуры. На место происшествия выезжал прокурор Московского района города Рязани, которому поручено проведение проверки в взаимодействии со специалистами МЧС России по Рязанской области. Ход и результаты надзорных мероприятий поставлены на контроль прокуратуры области. К настоящему моменту пожар потушен. Продолжается разбор завалов. Площадь возгорания превысила 500 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. На данный момент ТРЦ М5МОЛ закрыт на неопределенный срок. В ближайшее время будут проходить восстановительные работы. В районе села Житого локальное экологическое бедствие исчезло озеро, берег которого был излюбленным местом отдыха сельчан. Теперь на этом месте зияет большой овраг. Местные жители обратились в нашу редакцию с просьбой найти причину и ответственных за пропажу. Максим Васильев все выяснил. Вот таким этот местный пруд у села Житого был еще каких-то пару лет назад. Чистейшая вода, лилии, кувшинки. Сельчане любя называли его даже Житовским морем. А вот так этот местечковый курорт выглядит сейчас. Эпитеты на ваше усмотрение. Выпитая до дна чаша, зияющая пустота или забытый карьер. С морем аналогии нет вовсе, ну разве что с Аральским. Под моими ногами дно некогда процветающего и любимого многими рязанцами озера в Житовском районе. Сюда приезжали семьями на отдых, но сейчас озеро просто исчезло и местные жители называют это ни много ни мало экологической катастрофой. Вода была, ну вообще весной, вот досюда все было заполнено. Вот летом она досюда доходила. Самое любопытное, что пару лет назад в это место говорят даже привозили губернатора. Насыпали песка, обустроили пляж. А то, что вода начинает постепенно уходить, особо внимательно и стали замечать летом прошлого года. В этом все стало совсем печально. Инициативная группа забила в набат. Мы сначала хотели сами все это посмотреть и снять на видео и показать руководству, как уходит. Ну, течи явной не было. Поэтому, по-моему, в августе месяце мы поехали в поселение Батурино. Кому принадлежит это озеро. Мы оставили там заявление. На что нам председатель сказал, что он сам не понимает, куда уходит эта вода. А ведь когда-то местные рыбаки специально выпускали сюда рыбу, следили за поголовьем и за уровнем воды. Восемь лет назад нечто подобное здесь уже происходило. Оперативное вмешательство, слив остановило. Сейчас все это, как говорится, снова ушло в трубу. Местные умельцы пытаются выяснить, в какую. Да, восемь лет назад она уже уходила. Мы с ребятами, ну, с товарищами, совхоз АПК Русь тоже в то время помогал. Нанимали трактор. И с той стороны откапали, устраняли утечку. Когда устранили, тоже скинулись все вместе. Запустили рыбу, сюда много рыбы. Юридически гидроузел этого озера принадлежит местному агропромышленному комплексу. Конструкция подводная досталась новому владельцу от советской эпохи. Никаких схем и чертежей, дескать, не сохранилось. Местонахождение труб и задвижек ищут наобум. Буквально руками ощупывая дно. Мы сегодня хотим докопаться до Донникова, где уходит вода. Посмотреть, куда она может пройти для того, чтобы перекрыть этот спуск. Эта вода уходит, скорее всего, я могу только предполагать, потому что нет никаких чертежей. Я предполагаю, что уходит в те трубы, которые были когда-то на полях для полива этих земель, которые были здесь еще в советские времена. Впрочем, если вода уходит, значит это кому-нибудь нужно. Так посчитала людская молва. Появились слухи, что озеро осушили специально и теперь здесь будет огромная выгребная яма. Злые языки врут, настаивает аграрий. Мне дошли слухи о том, что мы хотим сюда навоз. Но это полная глупость. Потому что мы сами заинтересованы, мы здесь живем. Я тоже живитель Ильинского и я никуда не собираюсь отсюда бежать и так далее. Потому что мы заинтересованы, чтобы здесь был шикарный пруд и здесь была вода, а не вот то, что мы сейчас видим. Вернуть ушедшую воду желание похвально улыбаются местные жители. Но явно запоздалое. Если все изыскания пройдут как надо, к лету здесь должны снова зацвести лилии, прилетят аисты, появится рыба. Если же нет, активисты оставляют за собой право обратиться в другие инстанции, например, в более компетентные органы. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сотрудники регионального ведомства Федеральной службы судебных приставов изменили место приема. Теперь граждане могут обратиться в здание МФЦ. Как сейчас работает ведомство, расскажем далее. Среди привычных глазу сотрудников многофункционального центра теперь работает и представитель Федеральной службы судебных приставов. Прием граждан начался здесь недавно и проводится два дня в неделю. Сотрудник регионального ведомства дежурит на втором этаже МФЦ города Рязань по адресу улица Почтовая, дом 61, каждую среду с 9 до 18 часов, с перерыва на обед с 13 до 14 часов и в пятницу с 9.00 до 13.00. В это время все желающие могут обратиться к специалистам управления по вопросам исполнения судебных решений и актов иных органов, а также оказания гражданам юридической помощи по указанным вопросам. Снять арест денежных средств, снизить размер удержания из дохода или рассчитать задолженность по алиментам. С этими и другими вопросами можно обратиться в региональное управление ФССП как лично, так и по телефону. Найти его можно на официальном сайте в разделе «Контакты». Кроме того, граждане могут подать заявление для получения справки о наличии или отсутствии задолженности, а также узнать информацию об имеющихся исполнительных производствах. При обращении в Федеральную службу судебных приставов нужно иметь паспорт или любой другой документ, подтверждающий личность. Стоит помнить и о средствах индивидуальной защиты, таких как перчатки и медицинская маска. Также для решения этих вопросов можно использовать приложение ведомства. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В условиях напряженной эпидемиологической обстановки продолжаются регулярные мероприятия по дезинфекции городских пространств и общественного транспорта. Городские власти сегодня применили новое оборудование для обработки транспорта. Со стороны может показаться, что охоту на вирусы объявили охотники за привидениями. Та же амуниция, те же движения. А если серьезно, то после вот такой обработки не то что привидения, молекулы микробов становятся тленом. Вот так аккуратно и методично обрабатывают все рязанские автобусы. И перед выходом на линию, и после. Городские власти используют самые современные методы. Приобрели специальные приборы, то есть генераторы холодного тумана, хлорированным раствором. То есть происходит обработка. Обработка эта позволяет проникнуть дезинфицирующим средства туда, куда рукой человека невозможно добраться. Стараемся сделать наш транспорт максимально безопасным. То есть все контактные поверхности, если в среднем брать, то каждые 40 минут, час проходят у нас дезинфекцию. Регулярно на линии выходят около 40 автобусов. Задача номер один в период пандемии сделать их наиболее безопасным местом. Именно поэтому на дезинфицирующих средствах руководство автоколонны приняло решение не экономить. Здоровье людей для городских властей сегодня дороже денег. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сотрудники госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Спецавтомобиль» и узнали, готовы ли водители уступить дорогу автомобилям экстренных служб. В ходе мероприятия один из инспекторов ДПС, находясь в автомобиле скорой медицинской помощи, осуществлял видеосъемку дорожной ситуации. Если при включении свето-звуковых сигналов на спецтранспорте водители игнорировали требования уступить дорогу, то с нарушителями разбирались уже инспекторы ГИБДД. Следующие в патрульном автомобиле позади. Особенностью данного мероприятия заключалась в том, что сотрудники ГИБДД осуществляли скрытое патрулирование в ходе реальных вызовов, тем самым не только пресекая нарушения, но и оказывая жительно необходимую помощь медикам в оперативном прибытии к больному. Как отмечают водители автомобилей, экстренных служб, в настоящее время проблема непредоставления преимущества в движении ощущается все меньше. Чаще всего водители просто не слышат сирену спецавтомобиля из-за громкой музыки в салоне или отвлечения на мобильные гаджеты. Крупный штраф пришлось заплатить руководителям Коровинского спиртзавода за нарушение экологического баланса реки Керди. Именно на этом настаивала Рязанская природоохранная прокуратура и суд согласился с ее доводами. Октябрь позапрошлого года. Михайловский район Рязанской области. Жалобы местных жителей привели нашу съемочную группу на берег реки Керди. Белый налет, ядовитые вещества в составе и, как следствие, повсеместный мор рыбы. Пробы воды как вещественные доказательства. Отрицать свою причастность после работы экспертов это всегда бессмысленно. Мы проверим на жиры, на нефтепродукты, БПК посмотрим, биологическое потребление кислорода. То есть это показатель органического заболевания. Анализы показали превышение концентрации опасных веществ. Биофармацевты попались. Первоначальные 40 тысяч рублей штрафа успеха не возымели, поэтому природоохранная прокуратура увеличила сумму до полутора миллионов рублей. Долгие два года разбирательств прошли не в пользу комбината. Свою вину здесь признали. По требованию прокурора управлением Росприроднадзора по Рязанской области, в настоящее время Преоксское межрегиональное управление Росприроднадзора, был произведен расчет ущерба причиненного предприятием водному объекту реки Амшанка. Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура предъявила исковое заявление к предприятию. Михайловским районным судом данное исковое заявление было рассмотрено, удовлетворено. На предприятие была возложена обязанность по возмещению ущерба, причиненному водному объекту, в размере более полутора миллионов рублей. К настоящему времени решение суда исполнено. Денежные средства поступили в доход муниципального бюджета. Справедливости ради надо сказать, что очистные сооружения компания-нарушитель серьезно обновила. Теперь инцидент с выбросом, говорят, здесь маловероятен. Впрочем, полуторамиллионный прецедент уже создан. Победа природоохранной прокуратуры в суде своеобразный посыл всем разрушителям экологии. Пощады не будет. Ответить придется длинным рублем. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Астраханский мост сейчас на устах всех рязанцев. Здесь и большой объем работ, которые необходимо выполнить, и важная городская часть, по которой ездил транспорт. За ходом этих работ следят многие. Сейчас назвать работы на мосту строительством нельзя. Здесь как раз завершается демонтаж. Уже разобрано полотно и само искусственное сооружение. Дальше подготовка к забивке свайного поля. И, наконец, сборка конструкций будущего моста. На работы погодные условия в любом случае могут повлиять. Но подрядчикам делается все возможное. И нами в том числе, чтобы стараться успеть к Новому году пустить движение по мосту. Пусть это будет не завершенный асфальт, но организовать движение проезд мы постараемся. Автомобили проедут не по временному сооружению. Это уже будет основной ствол. Иван Григоров добавил, что с его постройкой уже станет видимым скелет будущего сооружения. Стоит отметить, что все работы ведутся под четким присмотром и контролем археологов. А вопрос сохранения исторического облика обсуждался и заранее прорабатывался. Он будет учтен при строительстве. Здесь мы впервые применим конструкцию арочную из гофрированного металла. То есть та конструкция самих арочных сводов, она будет инновационно новой. То есть она обеспечит высокую несущую конструкцию и позволит сохранить исторические особенности сооружения. Дальше будут выполнены работы по отделке клинкерной плиткой с учетом всех работ, ранее выполненных с исторической части. На Астраханском мосту применят довольно интересное решение для людей с ограниченными возможностями. Специально для них на пешеходной части моста будет работать специальный подъемник. Работы на объекте подрядчик обещает завершить в июле 2021 года. Но это не единственный мост в Рязани, где ведутся работы в этом году. Отреставрирована будет часть улицы Коширина. В 2019 году здесь проводились мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций. Теперь же за работы возьмутся основательно. Начнут уже в этом году. Сейчас выбирают подрядчика. Конкурс уже объявлен. Движение по данному мосту перекрываться полностью не будет в связи с тем, что мост состоит из двух частей, правой и левой. То есть будет сужение движения, ограничение по двум полосам. То есть когда будет ремонтироваться одна половина, движение будет осуществляться по другой. При реконструкции моста будет применено много современных технических решений, которые, может, глазу обычного человека и незаметны, но хорошо скажутся на самой конструкции. Деформационные швы, которые будут использоваться, гидротехнические работы и так далее. Также в проекте предусмотрен целый комплекс природоохранных мероприятий по защите реки Трубеж, протекающей здесь же. Однако для укрепления коммуникации часть деревьев придется опилить. Комплекс работ предстоит огромный. А уже в октябре 2021 года рязанцы смогут проехать по новому мосту. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Любой бывалый путешественник или турист подтвердит. Отправляясь в новую страну или город, помимо достопримечательностей и культурных объектов, атмосферу любого места создает кухня. Своеобразное особенное блюдо, которое зародилось именно здесь, запомнится не меньше, чем величественный храм или красивые улочки. Как грузинские хачапури или хинкали, осетинские пироги или тульские пряники. Рецептом старинного рязанского лакомства калинника в наши дни с удовольствием поделятся гостеприимные и дружелюбные жители села Новая Березова Сасовского района. И не просто поделятся, но и накормят гостей. Угощение из ржаной муки с начинкой из калины жители этого далекого села по сей день готовят в печи по технологиям дедов и прадедов. Именно здесь, в ходе гастрономической экспедиции, и рязанские рестораторы встретились с местной жительницей Ниной Павловной. Она и научила профессионалов кулинарного дела, ищущих новые идеи прямо в народе, как готовить калинник. Руками сами все проделали, имели возможность попробовать. Еще как хлебосольная хозяйка, она нас с собой дала. Мы родным привезли. Но правда, мы когда попробовали, этот вкус, он ни на что не похожий, интересный, мощный. Но мы прямо влюбились. Вкус калинника действительно сложный, объемный. Раскрывается разными гранями. От солоноватого, горького, до сладкого с небольшой кислинкой. Терпкий, как черемуха, запоминающийся. Он точно не забудется тому, кто его попробовал. Здесь, конечно, вкус калины и яблок. И подчеркивается, черемуха в луку. Я думаю, что больше нет таких десертов с таким сочетанием. Исконная технология изготовления пирога занимает двое суток. Русская печь, особый замес теста. Рязанским мастерам удалось в ходе долгих экспериментов и поисков адаптировать процесс изготовления под современные условия. Но суть, идея и, главное, незабываемый вкус остались. В чем уникальность, мне показалось, во-первых, технологии запекания кондитерского изделия, но в капустном листе. Мы впервые с этим столкнулись. То есть, понятно, всем известны голубцы, чтобы делать десерт. Но капуста использовалась даже не столько для вкуса, сколько как пергамент, то есть как материал, который позволяет не сгореть. И который в процессе запекания становился фантиком таким и позволял еще сохранить долго продукт. И когда там внучки приезжали, ну, не знаю, какие-то вещи, то есть он лежит, его расковыряли, и вот, пожалуйста, вам много чаю. Современный рязанский калиник, несмотря на то, что капустный лист в приготовлении в ресторанных условиях использовать необходимость от пала, тоже хранится долго. И его запросто можно купить как сувенир, чтобы привезти близким в другой город или даже страну, как напоминание о русском городе Рязани. А самое главное, что нашли ответ на вопрос гостей очень частый, а что бы съесть вашего рязанского? Это очень частый вопрос, был до этого без ответа. Ответы были таковы, что попробуйте паэлью, у нас она самая вкусная, возьмите пиццу, лазаньи, хинкали сумасшедшие в нашем рязанском ресторане и так далее. Естественно, мы все это не отвергли, остаются в ресторанах блюда разнообразных кухонь, потому что это такая все-таки возможность посредством еды перенестись куда-то там в свои воспоминания и так далее. Но практически в каждом ресторане уже ответ готов на вопрос, что бы съесть вашего. Сверху уже испеченный калинник покрывают глазурью из белого шоколада и сгущенного молока. Это дополняет весь спектр вкусов рязанского пирога сладким. Однако описать этот необычный и многогранный десерт словами – затея довольно неблагодарная. Чтобы почувствовать терпкость и незабываемый аромат калины, напоминающий о детстве и первых заморозках, горечь и слегка вяжущий оттенок черемухи, переносящий в цветущие майские кущи, грубоватую фактуру ржаной муки, теплом августа обволакивающую душу, нежность джема и сладость глазури, переносящую к зимнему огню в печи бабушкиного дома. Все же стоит попробовать калинник и оценить этот новый, хорошо забытый старый рязанский пирог. Марина Комиссарова, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Изделия из золота и серебра, имеющие не только высокое качество, но и дающие возможность подчеркнуть статус обладателя, можно найти в современном ювелирном гипермаркете «Якут Алмаз Золото». Именно эти украшения позволят дополнить образ покупателя неповторимым изыском и шармом. Современный ювелирный гипермаркет «Якут Алмаз Золото» предлагает огромный золотой ассортимент, модное серебро и стильную бижутерию. 25 лет «Якут Алмаз Золото» дарит радость и красоту вам и вашим близким. Компания «Якут Алмаз Золото» делает все для того, чтобы ваши драгоценности имели не только высокое качество, но и соответствовали вашему статусу. Мы работаем с лучшими производителями и предлагаем украшения, чья цена соответствует их качеству. В бриллиантовом зале представлен уникальный ассортимент украшений с драгоценными камнями. Роскошные и ослепительные бриллианты, изумруды с их врожденным благородством, рубины, цвет которых ассоциируется с огнем, сапфир, символизирующий дух современности и независимости. Увидев второй зал, можно понять, что в нем украшения отличаются неповторимыми дизайнерскими решениями. Различные камни используются для создания этих уникальных изделий, которые могут подчеркнуть индивидуальность обладателя. Ярчайшие стильные ювелирные изделия с полудрагоценными камнями украшают этот зал. Топазы, аметисты, гранаты, хризолиты, цитрины. Здесь каждый сможет найти что-то для себя, так как представлен безграничный ассортимент на любой вкус. Наши украшения подчеркнут вашу индивидуальность и изысканный стиль. Также во втором зале представлен ассортимент различных групп. Серьги, кольца, цепи, браслеты, подвески, часы от известных производителей и ювелирных брендов. Яркие неповторимые изделия можно увидеть в серебряном зале. Узнаем, чем интересны именно эти серебряные украшения и на что настроена концепция коллекции. Серебряный зал удивит наших покупателей. Его ассортимент пронизан мотивами живой природы, будь то морская тематика, цветочный или животный мир. Во многих коллекциях используются не только полудрагоценные, но и поделочные камни, такие как янтарь, нефрит, оникс, агат, лабрадор и бирюза. Украшения с камнями органического происхождения подчеркнут женственность и красоту своей обладательницы. Огромный ассортимент изделий с природными камнями из Индии, Пакистана, Чехии и Бразилии. Здесь каждый сможет выбрать свой талисман. Кроме того, в одном из залов представлена стильная бижутерия, которая пользуется невероятным успехом у любительниц всегда быть в моде. Компания Якут Алмаз Золото предоставляет качественный сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту и зарекомендовала себя как надежный партнер. В салонах Якут Алмаз Золото доступные цены и честные скидки. У нас действует дисконтная и бонусная система скидок. Мы оформляем индивидуальные заказы от покупателей, работая с лучшими производителями. Кроме этого, Якут Алмаз Золото предлагает украшения, цена которых соответствует их качеству. Даже если клиент хочет поменять свой стиль, сменить украшения, не откладывая старые ювелирные изделия на дальнюю полку, любой желающий может выгодно приобрести новые. В наших салонах есть услуга – обмен старого украшения на новое, на максимально выгодных условиях для покупателя. Создать свой стиль с Якут Алмаз Золото очень просто. Изделия из золота и серебра, имеющие не только высокое качество, но и дающие возможность подчеркнуть статус обладателя, можно найти в современном ювелирном гипермаркете Якут Алмаз Золото. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин